Он положен людьми на какого-то служителя, но он, вы знаете, он был помазан Святым Духом, и это нельзя было скрыть. И вы знаете, что он не написал ни одну книгу. В его годы люди пишут много книг, но сам он был, как Павел говорит, письмом Христовым. То есть это был такой вот человек, знаете. И когда сегодня там по радио хотел сделать объявление, этот мне предложил, ну можешь рассказать про него что-нибудь. Ну я там рассказывал, этот диктор там говорит, ну ты скажи что-нибудь интересное такое, что-то там веселое. Я говорю, слушай, я не могу ничего такого веселого рассказать. Он не был такой мажорный парень. Он был Божий служитель. Я говорю, а как? Служите Богу без развлечений. Это, ну про свою жизнь я мог что-то рассказать, но про него я не мог рассказать что-то веселое. Я мог рассказать, что этот человек, если и радовался, то в Святом Духе. Если он и было что-то в нем, то это всегда было сопряжено с действием Божьим. Он радовался о Божьем деле, о какой-то, о Божьем успехе, о Божьих действиях. Вот, и все вокруг этого крутилось. Он был посвященный человек. Ему не было времени на какие-то праздности, на какие-то там веселья, развлечения. То есть он всегда был припоясанным человеком. И для нас он был всегда примером, и для молодежи. И потому я не могу ничего сказать из его жизни. То, чтобы было такое что-то, что может быть у других людей. То есть то, что было можно другим, он себе этого не позволял. Слава Богу, что был такой человек. Вот, и вы знаете, что потом прошло некоторое время, и он мне сказал, уже выздоровел эти периоды, когда у него проходила эта химиотерапия, и потом только он выздоравливал, что, значит, он быстренько сразу начинал трудиться. Посещение, потом к нему приходили люди, он посещал, беседовал с ними, и все, значит. И он мне сказал, ты знаешь, Господь мне открыл, что я уйду. И что для меня, ну как, мне не нравилось, когда он говорил, что я уйду. И он говорит мне, что я, говорит, уйду. Вот, перед самим великим бедствием, который придет в этот город и на этот берег. И знаете, когда первый год прошел и второй, я говорю, Питер, ты еще поживи, потому что я не хочу, чтобы сюда бедствие пришло. И вы знаете, когда вот это он ушел, и я уже сказал, братья, ну уже конкретно, я не хочу никого ввести в панику, и чтобы вы там хватили за чемоданы, но я верю, что Бог ничего не делает, не открывший рабам своим пророкам. Потому, вы знаете, что Бог сказал, и в многих местах было открыто, что Бог его возьмет, и мы не хотели с этим смириться, и молились, и, как говорится, хотели бы, чтобы он жил. И он тоже хотел жить. Все время его молитва была такая, Господь, что если ты хочешь меня взять, ну я согласен, но если ты хочешь, чтобы я еще потрудился для тебя, то я готов трудиться для тебя, я готов посвящить. И он был посвященным человеком. Слава Богу нашему. Братья и сестры, потому сегодня, когда мы слушаем эти свидетельства, и будут еще свидетельства. И вы знаете, что и Библия, и жизнь этих людей, она просто показывает нам пример, что в Боге все возможно, с Богом все возможно преодолеть. Он был очень жертвенный. Вы знаете, у него никогда не было накопления денег, он никогда не собирал деньги, он раздавал нуждающимся. И вот это последний раз тоже братья, я был в собрании там, и, значит, братья слышу объявляют, что вот говорят там на этом, что брат Петр пожертвовал тысячу долларов на Африку. Я думаю, откуда у Петра деньги? И, значит, ну так, он никогда не трубил, но уже я сам позвонил, и говорю, Петро, говорю, откуда у тебя деньги? Он говорит, ты знаешь, такое чудо произошло, говорит, я ночью сплю, и мне, говорит, голос говорит, ты должен на Африку тысячу долларов. А я говорю, откуда у меня деньги? И вы знаете, какая-то сестра, говорит, пришла утром в госпиталь и дала мне конверт, и я открыл, там было тысячу долларов. И тут приходят братья с этой миссией, что едут на Африку, это с Петей на Кольчука церкви, и ему рассказывают, что вот они миссионеры, вот они едут, и они часто ее посещали. И Петя говорит, братья, я имею для вас деньги, вот, и пожертвовал эту сумму. То есть, такие чудные дела, и множество таких вещей, понимаете, что человек был жертвенный, человек все жил для Господа, все жил для людей, в его служении, в его жизни это было все, люди, это служение, это посещение, это беседы, это молитвы, и так проходила жизнь этого человека. И он прожил, значит, как вчера сказали, у него был день рождения, это позавчера, и он прожил 40 лет, и, значит, Господь его взял. И вы знаете, я так, мы смотрим с братьями, знаете, некоторых братьев, я знаю, которые были уже пожилые, 70 с чем-то лет, недавно один брат уже умирал, у него тоже было кровоизлияние, там в коме был, и пришли там люди, помолились, и ожил человек и живет. Еще несколько случаев. И я думаю, ну почему? Этим уже можно отходить, а вот этот еще мог бы потрудиться, но почему-то Господь вот так распородился, вот, может, действительно, чтобы взять его от скорбей, вот, и он потрудился для Господа, и такая Божья воля, знаете, и так мы можем, мы это просто принимаем, это как уже случившееся, вот, и только должны благодарить Бога. И мы благодарны все, кто его знает, что Бог дал нам, значит, иметь с Ним отношение, иметь с Ним общение, вот, и последний раз мы ехали в Канаду, и там был брат Митя Костопольский, этот Березюк, и Петя был очень бодрый, он прямо ехал туда 6 часов за рулем, и я говорю, Петя, давай я по рулю, не, не, я говорю, буду сам, и он ехал назад, и я видел, он такой был весь наполненный духом, мы молились, мы беседовали, и я так обрадовался, думаю, ну, все, Петро не умрет, это уже видно, что он так в вере стоит, так Бог благословляет, и это было 4 недели назад, потом через 2 недели, случилось то, что такой начался кризис, и я так начал тревожиться, думаю, ну, так сильно все началось, и я так пришел на одну молитву, там в рип-центре, там была сильная молитва, там очень так молятся, братья ревностные, думаю, сейчас скажу, и надо помолиться за Петра, с Петром плохо, и вы знаете, я так думаю, скажу, скажу, и там была одна сестра, ко мне прямо подходит, вот, и молитва была, и говорит мне, что освящаю, приготовляю, и многих из народа моего буду освящать, и приготовлять переселение, я сразу так подумал, неужели это за Петра сказано, и так случилось, через пару недель, вот это все случилось, но, невзирая ни на что, мы благодарим Бога, что Господь наш великий Бог, что Он чудесный Бог, и то, что сегодня мы услышим здесь, и это для нас является большим примером, и памятью о человеке, который жил среди нас, который трудился, и который оставил такой видимый след в сердцах наших людей, в сердцах народа Божьего, вот, и за все это пусть будет слава нашему Господу, Аминь. 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 Слава Богу! Вечный мир она нашла, пред кем в любви склонилась. Мы это с псалом споем сейчас, пожалуйста. Вечный мир она нашла, пред кем в любви склонилась. Христос страдал за грех земли, Он клад бесценный для души. Нашел того, кто в нищете, Шел, как Кресту страдая, С венцом терновым на главе, От рам из немогая. На Кресту страдая, Там клад бесценный для души. Нашел того, кого душой, Люблю я бесконечно. И кто ведет меня в покой, Где я пребуду вечно. Христос страдая, Там клад бесценный для души. Христос страдая, Там клад бесценный для души. Братья и сестры, Хочу засвидетельствовать за Петра. Я его хорошо знаю. Не могу сказать, что он был самый лучший друг. Но мы к нему с молодежью еще раньше, когда было, приезжали много, много в его доме были, молились. Знаете, Петра очень был хороший человек. Я его насколько знаю. Я не знаю, сколько было у него. Может, сто раз, может, меньше, может, чуть больше. Но, знаете, он был очень хороший, добрый человек. Я его насколько знаю. Мы, когда к нему приезжали, у него всегда была еда дома. Всегда нам давал кушать. Вообще. Отличный был человек. С него можно было пример брать. Он был, как на письмо Христово сказали. Потому что придут люди и скажут, о, Боже, мы делали все для Тебя. Мы именем Твоим сгоняли и все делали. А Иисус говорит, отойдите от меня, я вас не знаю. Потому что вы не накормили, вы не посетили, вы не сделали. Все. Одну из меньших этих. Петро, он исполнял это, я видел. Вы знаете, я хочу засвидетельствовать за него, что он был хороший брат. И даже когда бывали какие-то, может, вопросы у меня, я приходил к нему. И мы молились. Всегда была открыта дверь у него. Вы знаете. И то, что мне нравилось за Петра, даже когда ему было тяжело, я видел. Мне было тяжело на него смотреть, мне было трудно. Потому что, когда человек страдает, уже не знаешь, что ему сказать. Уже видишь, что ему тяжело, и молишься за него. Я говорю, Петро, я видел в него всегда такой бодрый дух. Он никогда не сдавался, никогда не был подавленным таким. О, уже что со мной происходит. Он всегда был такой человек, который даже все, что было плохо, у него всегда была слава и благодарение Богу на его языке, на его выражении. Знаете, я радуюсь за Петра. Я радуюсь, что он столько много сделал, потому что на небе его ждет венец. На небе его Бог вознаграждает. Он столько много сделал. Я вообще удивляюсь за такую короткую жизнь, сколько он прожил. Он успел и духовно много сделать, и телесно много сделать для людей. Знаете, и это для нас пример, братья и сестры. Кто мы пришли на это место, это для нас, что мы можем с этого взять? Знаете, никогда не идите спать, никогда не уходите, ни на кого не обижайтесь. Не берите в сердце все серьезно, потому что вы не знаете, мы не знаем, когда мы можем сами умереть. Знаете, подойдите к своим близким, подойдите к своим родным, обнимите, поговорите. Вы не знаете, когда последний раз их увидите. Сердце может остановиться, ничего может не болеть вообще и произойти. Для нас это урок, чтобы мы каждый день брали серьезно. Не нужно заботиться наперед много, а за каждый день, просто посмотреть за каждый день и сделать все, что я могу в этом дне. Пусть вас Бог благословит. И вы знаете, последнее, что я хочу сказать, это то, что не надо сильно, не надо сильно иметь, то есть скорбей, как написано, люди, которые не имеют надежды. Потому что мы имеем надежду, кто умер во Христе Иисусе, тот вернется вместе с Иисусом Христом в новом теле. И этот Петро будет в новом теле. Он вернется с Иисусом Христом, мы его увидим. Слава Богу. Аминь. Дорогие братья и сестры, давайте скажем слава нашему Богу. Павел говорит, по милости Божьей, имея такое служение, мы не унываем. Друзья мои, мы не будем унывать на месте всем, потому что наш брат, дорогой брат Петя, он в Господе. Слава Иисусу. БITTLE БИДЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК Было время, когда этот муж мог молиться целую ночь. Бело время, когда этот муж мог петь целую ночь. И было время, когда этот муж мог плакать целую ночь. Но вот пришло время, когда он уснул, он спит. Друзья мои, если бы он мог открыть глаза свои и посмотреть, на это все общество, сколько сегодня народа пришло для того, чтобы пропеть для него и во славу Богу. Я не знаю, как вам, но мне хотелось бы здесь быть целую ночь, до утра, чтобы звучали эти песни, эти свидетельства во славу живого и вечного Бога. Он не раз и не два был в доме моем. Друзья мои, мы вместе плакали, вместе молились, вместе пели. Это действительно был муж веры, это действительно был проповедник Евангелия, это был наставник. Да даст нам Господь, чтобы нам в жизни нашей подражать таким людям и служить Богу так, как он служил. Друзья мои, по плоти этот человек был очень бедным, хотя по духу он богат, но по плоти он был очень бедным. Как передо мной брат Юра говорил, действительно, то подаяние, которое приносил народ Божий, он его отсылал подальше. Братья мои, сестры, он был человек бедный. Три с половиной года болел. Перед этим годом он также не работал. Семья его также небогатые люди. Поэтому мне положилось на сердце прочитать такой стих. Благотворящий бедному дает взаимы Господу, и он воздаст ему за благодеяние Его. Бог воздаст ему, Бог воздаст каждому из нас за то благодеяние, которое мы в этот последний момент сможем послужить. Друзья мои, дух его ушел, но тело здесь. Мы его должны скрыть. Как написано, что из праха ты взят, и в прах возвратишься. Поэтому, братья и сестры, да благословит вас всех Господь. Мы сейчас при общем пении встанем на наши ноги и сделаем материальное служение. Аминь. Мой в небе край родной, мой в небе дом, Там, мой отец сладой, мой в небе дом, Я, странник на земле, Мой путь не сыпь вам в небе, Я, странник на земле, Мой путь не сыпь вам в небе, И в свадьбе лишь трудом, Мой в небе дом, Мой путь не сыпь вам в небе, Мой путь не сыпь вам в небе, Мой путь не сыпь вам в небе, Бной путь не сыпь вам в небе, ПЕСНЯ 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 у него не было кафедры, его целью было просто любить людей, помогать людям. И лично он помог мне в моей жизни просто духовно подняться, состояться. И когда мы были в Портландии, вот впервые он вышел и увидел нас. Я был совсем чужим человеком для него. Он вышел и говорит, братья, вы откуда? Я говорю, мы из Сакрамента. А вы куда направляетесь? Я говорю, ну мы, наверное, снимем гостиницу, побудем немножко в Портландии, посмотрим город. Он говорит, не-не-не, братья, ко мне домой, едем ко мне домой. Я говорю, интересный человек, странный человек. Я этого человека в первый раз вижу. Я говорю, да нет, я вас вообще не знаю, и вы меня тоже не знаете. Мы были с друзьями. Я говорю, нет, братья, едем ко мне домой. И таким образом он пригласил нас к себе домой. Вот. Интересную деталь, которую я, наверное, никогда в своей жизни не забуду. Вот он сделал там. Он налил в чашу воды. Сказал, братья, развивайтесь. И он умыл нам ноги. Вот. Вы знаете, я... Я никогда не встречал подобного человека. Это был человек просто, который на самом деле принял характер Христов и мог его раздавать людям. Прошло время. Мне было всего лишь 19 лет на то время. Прошло время. Я уехал с Сакраменто. Я начал приближаться к Богу. И сразу после водного крещения я упал. Я отошел от Бога. Я начал быстро катиться вниз. Я быстро ушел в наркотики. И Питер услышал об этом. И я услышал, что Питер едет в Сакраменто. Вы знаете, я настолько боялся с ним встретиться. Я просто хавался от этого человека. Я просто не представлял себе просто встречи с той святостью, в которой я пребывала в его жизни. И он уехал, но спустя буквально три дня произошло необычное вообще явление. Я стоял на заправке. У меня была просто уже такая уличная, грязная жизнь. Я стоял на заправке, искал в тот вечер наркотики. И в это время проезжал муж моей сестры мимо этой заправки. Ему позвонил Питер на сэверфон и говорит, я ищу Сергея, где он находится. Он говорит, я сейчас как раз проезжаю мимо заправки. Он здесь на заправке. Он его просто упросил. Этот подъехал ко мне и просто дал телефон. И Питер сильно меня начал звать в Портланд сюда. Он сильно начал меня приглашать. У меня была своя жизнь. Я не планировал вообще идти обратно к Богу. Моя жизнь просто катилась вниз. Этот разговор прошел. Я сказал, да, конечно, Питер, как только появится возможность, я обязательно приеду к тебе. Но я знал, что я к нему не приеду. И у меня просто была своя жизнь. Вечером, когда мы собирались просто на очередное преступление, просто Дух Святой начал скучаться в мое сердце. Я просто начал говорить, Господи, в общем, как все-таки надоела мне вот такая жизнь. Как мне хочется просто опять к тебе. И если такая мысль пришла, если бы ты меня простил за все, что я сделал, я бы вернулся к тебе. И в этот момент просто пришел просто такой свет, такая любовь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!